Сегодня делаем вторую, то есть дробную перегонку на аппарате MegaHard SS3. Присоединяйтесь, поехали! Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Самогон Саныч. Итак, делаем вторую, то есть дробную перегонку на аппарате MegaHard SS3. От Сан Саныча Самогонщикова. Ссылочка на производителя в описании. Напоминаю, что ценовая категория данного аппарата 32 250 рублей. Во всяком случае, этого комплекта. Но комплект вы можете подобрать сами на сайте Сан Саныча Самогонщикова. Итак, первое, что нам необходимо с вами сделать, это собрать этот аппарат. В инструкции, которые приложены к аппарату, этот процесс описан очень четко, порядок сборки для второй перегонки, то есть для дробной перегонки. Поэтому описывать и показывать этот процесс я не буду. Я просто возьму инструкцию и по ней соберу аппарат. Наш аппарат собран. Делать дистилляцию мы будем в режиме укрепления, то есть с использованием дефлегматора. Условия. Залитого аппарата. 9 литров спирта сердца, крепостью порядка 30 градусов. Сначала подаем нагрев 1800 ватт. При отборе голов уменьшаем нагрев до 800 или 1000 ватт. Там посмотрим, как аппарат будет справляться с этим делом. И потом снова нагрев повышаем до 1800 ватт. Ну что, пойдемте к аппарату включать. Итак, засекаем время. Время 13.15. 13.15. И это начало перегонки. Включаем. Проверяем температуру. Так, вот плита сразу не включается. В этом случае надо чуть поднять. Вот. И опустить. Вот, плита включилась. Так, смотрим. Температуру. 1800 ватт установлено. Теперь мы просто ждем, когда начнет нагреваться верхняя часть колонны. После чего приступаем к следующему шагу. Наш аппарат разогрелся. Внизу в термометре температура 67 градусов. Колонну, если потрогать, вот она уже до середины теплая. Температура верхнего термометра пока 25,4 градуса. Значит, на этом этапе что мы делаем? Первое. Включаем воду. Так, вода пошла. Второе. Перекрываем воду в холодильник. Вот здесь такой игольчатый кран. Вот вода в холодильник перекрыта. И в то же время открываем хран дефлегматора. Делаем достаточно большой, можно сказать, максимальный напор. Ибо задача этого этапа нашего дать колонне поработать на себя. Чтобы она, во-первых, разогрелась. А во-вторых, все фракции, которые скапливаются в дефлегматоре, они выстроились как бы в порядке очередности по температуре закипания. Это даст нам возможность более качественно отобрать головы самогона. Поэтому дефлегматор сейчас не должен пропускать пары к холодильнику. Вот к чему мы стремимся. Так колонна должна работать, согласно инструкции, порядка 15 минут. Будем ждать. Наша колонна прогрелась. И вот здесь, внимательно прочитав инструкцию к данному аппарату, а я всегда говорил, что любой аппарат имеет свои индивидуальные особенности. Я обнаружил то, что про нагрев, о котором я говорил ранее, что нагрев должен быть порядка 800 тысяч ватт при отборе голов, вот здесь про нагрев ничего не сказано. А сказано следующее. Вот у нас сейчас 86,8 градусов в кубе, сверху 26,1 градуса. Значит, дефлегматор наш справился со своей задачей. И теперь мы первое, что делаем, открываем воду в холодильник. Допуская ее именно в холодильник. Вот. Пошла в холодильник. Закрываем кран дефлегматора с тем, чтобы уже он не препятствовал прохождению фракции. Кран дефлегматор перекрыт. Наша задача сейчас начать отбирать головы со скоростью примерно 1-2 капли в секунду. Лучше даже 1, чтобы в этом медленном режиме более качественно получился наш напиток в итоге. Температуру я оставил себе как резервный вариант ставки главкома. Если капли будут капать гораздо быстрее, чем 1-2 капли в секунду, я буду уже регулировать температуру. Еще раз говорю, об этом не сказано ничего в инструкции, поскольку считается, что аппарат должен справиться с этим самым. Вот пока я с вами говорил, температура верхней точки колонны уже достигла 77 градусов. Это значит, что надо дефлегматор немножечко подключить. Так. И далее регулировка этого крана. Вот, видите, пошли капли, пошли быстро. Значит, дефлегматор еще побольше я включу. Теперь я буду добиваться работы дефлегматора или, как сказал, плитой скорость отбора головных фракций 1-2 капли в секунду. Мне удалось отрегулировать наш дефлегматор так, что капли идут примерно 1 капля в 1 секунду. Вот, посмотрите. Может быть, даже реже. Отбор голов заканчивается. Вот у меня пробирка. Здесь отмечено изолентой 100 мл. Мне необходимо отобрать 150 мл, поскольку было изначально в этой браге 3 кг сахара. Значит, я сейчас дождусь, когда отберу 150, может быть, даже 170 мл голов. И после чего мы включим режим перегона уже основной фракции, то есть тела самогона. Отбор голов я закончил. И теперь начинаем отбирать тело. Я уменьшил напор воды, подаваемый в дефлегматор. И струя пошла, естественно, быстрее. Еще раз говорю, что плиту я здесь ничего не регулировал. Однако в инструкции сказано, что нужно добиться скорость отбора голов тела примерно 1,5-2 литра в час. Ну, возможно, это у меня и получилось. Но есть и второй пункт, что в процессе отбора основного продукта температура вверху колонны должна стабилизироваться и держаться с 77,8 градуса до 78,6 градуса. Правда, до нас носка, что подобная температура зависит от давления и даже рассчитана таблица по давлению. Но вот этот пункт я не могу выполнить. Либо я, вот у меня сейчас 80 градусов ровно, либо я увеличу поток воды в дефлегматор, и тогда буду отбирать не 1,5-2 литра, а также покапельно, как и отбирал головы. Либо температура, вот, будет 80 градусов. Немножко, вот, как-то здесь это тяжело. Давайте я сделаю так. Я не буду в нас сейчас за температурой, я все-таки чуть добавлю напор в наш дефлегматор, и когда температура отстабилизируется, посмотрим, какая будет скорость. В общем, путем регулировок мне удалось добиться температуры 79,6 градуса, я ее запишу. Если я прибавляю напор в дефлегматор, температура резко начинает снижаться, но тело практически не идет, оно капает еле-еле. В общем, сейчас 79,6 у нас отфиксировалось, вот, скорость отбора тела я сейчас замерю, но эту температуру мы запишем, потому что в инструкции сказано, что когда температура отстабилизировалась и поднялась более чем на 1 градус, тогда мы прекращаем отбор тела. А мы сегодня работаем конкретно по данной инструкции. Хотя у меня тоже есть куча мнений, как и у вас, уважаемые зрители, на эту тему. Работаем по инструкции. Итак, я сейчас беру пробирку, засекаю время и отправляю сюда наш шланг. Итак, засекаем 1 минуту. Сколько накапает? Ну вот, что у нас накапало. Видно или нет? Я уже тут внимательно посмотрел. Накапало у нас 20 миллилитров. 20 умножаем на 60. 1200. То есть скорость 1 литр 200 миллилитров отбора в час. Это явно не впечатляющая скорость, но тем не менее в инструкции сказано от 1,5 до 2 литров в час, в общем-то, рекомендуют отбирать. Ну, раз так, значит так. Теперь я возьму банку, поставлю в раковину, и мы с вами, уважаемые зрители, замерим скорость расхода воды. В банке у меня вода, которая насобиралась сюда за 1 минуту. Сейчас посмотрим и замерим. Итак, что мы имеем? А имеем мы 600 миллилитров. 600 умножаем на те же 60. Получается 36 литров. Ну что ж, 36 литров расход воды в час. Это здорово. Это очень низкий расход. Даже менее мощные аппараты всегда берут больше. Я помню, там 42, 64 было. 36 литров в первый раз получали. Это впечатляющая цифра. Ну что, перегонка наша практически завершилась. Там уже у меня хвосты немножко я добиваю, но, в принципе, отбор тела завершен. Итак, подведем итоги по моей табличке по поводу аппарата MegaHard S3. Итак, значит, в 13.15 начали перегонку, в 15.15 закончили. Итого 2 часа длилась перегонка. Всего было 9 литров, как я говорил. Значит, нагрев 1800 ватт и 1800 ватт я держал в процессе всего перегона. Даже во время перегона голов. Что, в общем-то, в моей жизни было первый раз. Но здесь, в данном аппарате, это оправдано. Почему? Объясню чуть позже. Значит, скорость отбора тела составила 1 литр 200 миллилитров в час. Расход воды 36 литров в час. Очень низкий расход воды. Я, честно говоря, поражен. Ну и общее время 2 часа. Теперь, что хотелось бы мне сказать. В итоге было получено 1 литр 300 миллилитров спирта крепостью 88 градусов. Вот я сюда термопустил спиртометр. Ну, вряд ли вы увидите что-то. Сейчас еще раз вот так его булькну. Во всяком случае, видно, что он почти весь погружен. Можете мне поверить, 88 градусов. Здесь абсолютно честное. Что это означает? Это означает, что если мы добавим 1 литр 624 миллилитра воды, мы получим 2 литра 850 миллилитров, то есть почти 6 бутылок, напитка 40 градусов. Что соответствует практически всем нормам. Какие краткие выводы я хочу сделать после второй перегонки? Аппарат меня поразил. Ну, поражает, честно говоря, не только его вес и объем, но поразила точность регулировок. Вот эти два игольчатые экрана, которые регулируют поток воды в холодильник и в дефлекоматор, работают просто изумительно. В холодильник работают на ура. Спирт выходит ниже 20 градусов, он холодный. И при этом расход воды, как вы уже знаете, очень низкий. В общем, очень интересный аппарат. Я сделаю еще некоторые обзоры по нему, потому что есть моменты, которые я хотел бы довести до вас, уважаемые зрители. Но если вы желаете получать спирт в 88 градусов, который я получил только что, вам вполне подходит данный аппарат. Ссылочку на производитель я оставляю в описании. С вами был Самогон Саныч. До следующих встреч. Понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. А вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застольей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!